Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июня и сегодня я расскажу вам, как изменился полив, режим полива моих томатов в связи с изменением погоды и изменением фазы растений. Вот видите, они уже огромные, они до самого потолка, вот эти особенно, которые эндотроминантные, уже почти касаются потолка. Когда я снимала видео о поливах томатов, я говорила, что это зависит у нас полив от грунта, от региона, в котором вы живете, от погодных условий и от фазы развития растения, то есть маленькое оно, большое или среднее. И я напомню, что я говорила, что до цветения им нужно немного. Потом во время цветения и начала плодоношения, завязывания плодов мы увеличиваем полив. И во время массового вот такого формирования плодов у нас самый большой полив, а потом мы его сокращаем, когда томаты уже сформируются и начнут спеть. Это все была теория, сейчас я вот практически вам расскажу, как я меняю режим полива. Я вот сейчас выложила старый ролик, снятый 10 июня, то есть 3 недели назад. И там я говорила, что я поливаю 400 литров, вылила по 3 литра на растения. Была погода у нас не жаркая, дождливая. Этого было достаточно. Сейчас через 3 недели томаты уже в фазе такого активного формирования плодов. Очень-очень много завязи на плодах формируется. То есть изменилась фаза растения, они стали взрослее. Изменились погодные условия. Ой, подождите, опять не раскрылось. Изменились погодные условия, у нас наступила жара. Сегодня днем 33 градуса будет на улице. Ясно, что здесь будет далеко не 33, наверное, около 40. Но температуру на улице мы изменить не можем. Если там 33, то здесь ясно будет никак не меньше 35-40. Как бы мы их тут не предохраняли, тут все равно будет жарко. И поэтому я вот сегодня пришла очередной раз делать полив. Сегодня я уже вылью 600 литров вот на эту теплицу. Получается по 4 литра, ну чуть меньше 4, там 3,9. По 4 литра на каждое растение. То есть я увеличила норму потребления воды. Потому что им это нужно, они сами, ну как сказать, растения сами увеличивают свою норму потребления. Я просто иду у них на поводу. Раз они уже взрослые, раз у них уже помидоры наливаются вовсю, раз на улице жарко, значит волей-неволей мы увеличиваем количество воды. И, конечно, там я говорила, что я поливаю через 6-7 дней. Теперь я поливаю по мере высыхания земли в теплице. Вот 2 раза поливала через 3-4 дня. Мы идем в соответствии с погодой, в соответствии с их ростом и увеличиваем. Буду увеличивать, ну или хотя бы держать на этом уровне увеличенную дозу. Это 3 бака 200-литровых я выливаю. Вот один раз заливаю, она сливается. Потом еще раз заливаю, она сливается. Еще раз заливаю, она сливается. Это будет длиться у меня целый день. Через капельный полив быстро не польешь. Полив растянутый. Но эти 600 литров я все равно им сегодня дам. Потому что жара предвидится сегодня, жара предвидится завтра. И если я не дам вот в этот период достаточной им влаги, то плоды могут быть, знаете, чем это чревато? Они не наберут достаточную такую форму и вес, которые должны быть в соответствии с их сортовыми характеристиками. Да, в такую жаркую, в сухую погоду плоды мельчают. Иногда мы недостаточно даем воды, просто не успеваем или не можем высчитать, сколько им надо. Но вот я для себя вот такой график полива уже, ну, как определила и решила, что я поливаю так. Сначала было по 400, теперь по 600. Больше 600 я делать не буду, потому что мне физически это невозможно. Это я не могу сидеть поливать 2 дня их, ну, и наливать, наливать воду. Я просто теперь сокращаю вот этот период между поливами. Раньше было 6 дней, теперь 3 дня, и это как раз достаточно. Но я еще раз говорю, что вы должны отталкиваться от своих температурных режимов, от своей погоды, от своего вот этого вот состояния растения, большое оно или маленькое. Ну, вот для моих томатов сейчас вот конец июня, начало июля, это будут самые большие поливы, самые частые. Сейчас, вот как сейчас их поливать? Вот сейчас их надо поливать побольше, потому что, ну, я уже объяснила, там и плоды формируются, они сами взрослые, погода жаркая. Но все может измениться, если вдруг установится пасмурная погода, ясно, что грунт будет подсыхать, или если у вас пасмурная погода, но растения такие же взрослые, грунт будет подсыхать, медленнее просыхать, здесь жары такой не будет, тогда, возможно, не надо будет поливать раз в 3 дня, или, возможно, не надо будет 600 литров выливать. Вы должны каждый для себя определить. И мы, вот этот полив, он должен быть мобильный, мы можем поменять все эти условия в любой момент. Погода установилась другая, мы меняем норму расхода воды. Например, растения все быстро сформировали, они у вас, плоды начинают уже буреть, сразу мы тоже немного уменьшаем воду, потому что я уже говорила, что во время созревания, если будет много воды, то томаты будут водянистые, они теряют свою сахаристость. Все, до свидания. Я надеюсь, главный принцип я до вас донесла, что в зависимости от возраста и от погоды, мы меняем режим полива. Вот у меня сейчас самый большой расход воды, 600 литров на теплицу, 3 на 8 на 150 растений, ну тут 140 с чем-то, но я считаю 150, по 4 литра воды под каждое растение, и учащаю. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok